Итак, беседы врача. Они делятся для усиления мотивации бросить курить и подвадривающих, стимулирующих дальнейшим действиям. То есть, когда человек уже принял решение, что он бросает курить, и что он это решение принял правильно, и так далее, главное, чтобы он не вернулся к прежнему своему поведению. Ну и, конечно, плюс бездымное окружение, которое поможет как первое, так и второе беседы действительно проводить более эффективно. Если у врача в кармане пачка сигарет или от него пахнет табачным дымом, если вообще в медицинском учреждении пахнет табачным дымом, то, конечно, достичь эффективности этих бесед практически невозможно. Ну, помимо бесед, конечно, вот то, что может сделать медицинское учреждение, и что добавляет, конечно, эффективности, это определение функционального состояния некоторых систем. В первую очередь, это бронхолёгочная система. И вот вы видите, например, спирограммы курящих людей, которые приходили к нам на окажут табака, ну, в кавычках это здоровые курильщики, они не предполагали, что у них есть какие-то другие болезни. И вот вы видите, не буду долго вдаваться в объяснение этой кривой, но те, кто не знает спирограмму и конкретно манёвр форсированного выдоха, спирометр вот даже автоматически рассчитывает показатели и даже пересчитывает возраст, какому возрасту соответствует вот эта самая кривая, поток объём. И вот вы видите, пациенту 24 года, возраст лёгких 35 лет, то есть организм курящего человека стареет быстрее, возраст 35, биологический возраст, возраст лёгких 51. Здесь возраст человека 58, возраст лёгких 78. Конечно, это не такой, может быть, и научный какой-то показатель, но он помогает, мотивирует человека. И потом, когда пациент будет видеть, что у него возраст лёгких снижается, состояние, функциональное состояние лёгких улучшается, нашёл на правильном пути, это дополнительный стимул в поддержке отказа от табака. То же самое артериальная регидность, то есть жёсткость сосудов. Вот вы видите пульсовая волна, которая говорит, что жёсткость сосудов повышена, возраст курящего человека 28 лет, возраст сосудов 63 года, здесь 27 лет, возраст сосудов 45 лет, возраст 51 год, ну и возраст сосудов старше 75 лет. И тоже на отказе от табака, если пациент будет видеть, что у него нормализуется эластичность артериальных сосудов, конечно, это будет поддерживать в правильности принятия решения и в том, что он на правильном пути, его здоровье улучшается. Вот как раз такой пример здесь я и привожу. 28 лет молодому человеку, стаж курения 18 лет, то есть с 10 лет курит 30 сигарет в день. И вот вы видите, сосуды жёсткие, жёсткость их увеличена, возраст сосудов 51 год. Через 2 недели отказа никотин уже уходит и напряжённость стенки артериальных сосудов снижается уже 46 лет. И вот месяц сосудам нужно, неизменённым, конечно, анатомически, для того, чтобы вернуться к своей эластичности 28-летнего парня. Ну, целого, вдыхаемого воздуха, я думаю, вы все хорошо знаете. И, соответственно, количество угарного гроза в организме и процент гемоглобина, связанного с угарным грозом, что тоже очень важно. 0, норма, 6 – это уже высокая гипоксия всего организма из-за нарушения транспорта кислорода к тканям. Коротко, о поведенческой терапии. Собственно говоря, это те же самые беседы врача, но структурированные и направленные от принятия решения, повышения мотивации и принятия решения до отказа от табака. То есть изменение поведения человека, воздействие на ту область, которая определяется условными рефлексами. Первый сеанс – это принятие, приведение пациента к принятию решения, да, я готов бросить курить. В основном говорит пациент, врач его только направляет и ведется беседа, ну, во-первых, о двойственном отношении пациента к курению. Курение, оно относится к тому, что и тащить тяжело, и бросить жалко, тем более, что, как я уже говорила в начале, очень многие курильщики считают, что не курение помогает в жизни решать очень многие проблемы, вообще вести такой нормальный образ жизни. И обсуждаются положительные и отрицательные последствия отказа от курения и продолжения курения. Причем отрицательные стороны и отказа от курения можно тоже обсуждать. Очень многие считают, что они потеряют друзей или там, ну, с их точки зрения, отрицательные последствия отказа от табака. Поэтому все это нужно обсуждать, можно попросить пациента заполнить такую таблицу, и тогда он сам увидит, что все-таки больше за отказ от курения. Дальше установка цели отказа от курения, потому что отказ от курения, просто ради самого отказа, он не сработает. Ну, если это не является, скажем, модным, не курить, но тогда опять же цель не отказ от курения, а цель быть модным. Поэтому здесь нужно очень правильно установить цель отказа от курения. Она может быть нам не всегда понятна, она может быть для кого-то казаться нелепой, ну, если хотите, смешной. Но для этого человека она может быть очень важной, и если вы ее найдете, то успех будет очень-очень значительно увеличен. И я очень часто привожу в своих лекциях пример, который был с моей пациенткой, и приведу еще раз, может быть, кто-то его уже слышал. У меня была молодая женщина, 27 лет, беременная, 2 месяца беременности. Сама она очень много курила, и была, можно сказать, дитя табака, ее мама курила во время своей беременности, бабушка курила, сестра курит, то есть все курят. Но все-таки эта женщина довольно образованная, много слышала о вреде курения во время беременности, решила бросить курить. Она пришла ко мне, ну, я пришла, думала, значит, она мотивирована, и немножко все-таки дополнительной такой мотивации решила добавить. Я начала говорить, что вы правильно делаете, ведь у вас ребенок может родиться с врожденными пороками, может вообще не родиться, и это большой риск для вас во время родов, и кровотечения, и так далее. Но что бы я ни говорила, она мне все время говорила, ну, я-то родилась, да, я все это знаю, но я-то родилась, и я чувствую, она от меня отодвигается. А когда я поняла, что не в сфере здоровья здесь нужно искать какую-то цель, я ей говорю, понимаете, вот смотрите, нас сейчас в комнате трое, вы, я и ваш малыш. Вы закурили, мне не понравилось, я в столы вышла, а ваш малыш, он же не может, он же беспомощный. А вспомните, когда вы начинали курить, вас тошнило, вам было плохо, вы себя заставляли, чтобы соответствовать моде. И вот то же самое сейчас испытывает ваш малыш, ему тоже плохо, он пытается защититься. Вы закуриваете, он весь сжимается, и единственное, что он может сделать, он даже не может вам сказать, мама, мне плохо, пожалуйста, не делай мне больно, не кури. И вы тем самым делаете больно своему самому любимому существу в мире. Она помолчала немножко и говорит, так, что я должна сделать для того, чтобы бросить курить, я готова. И вот эта цель не делать своему самому дорогому существу больно, она провела ее через весь отказ от курения. Хотя, казалось бы, цель должна быть связана со здоровьем. Не всегда цель в отказе от табака связана со здоровьем. Дальше все мотивирован, готов бросать курить или готова. Выбрали цель, она есть, она везде записана. Переходим ко второму сеансу, второй задачи поведенческой терапии. Это поиск триггеров и желаемых последствий, которые ассоциируют данный пациент, данный курящий с потреблением табака. И нужно размечать, что, собственно говоря, то, что ему казалось, помогает, помогает в жизни. На самом деле не работает. Ну и, соответственно, выбрать все триггеры. Для этого разбираются вот такие вопросы, что заставляет меня потреблять табак, какие триггеры, какие желаемые последствия потребления табака. Для этого тоже можно заполнить такую таблицу. Зачем я курил, с кем я курил, когда я курил, что я хотел достичь, что я все-таки действительно достиг. И один пациент, у меня режиссер, говорил, ну как тут не закурить? Все время снимал белую лошадь, и вдруг в кадр вводят коричневую. Как тут не закурить? Я ему говорю, ну что, она же не побелела от того, что вы закурили. То есть не надо курению придавать вот то значение, которого на самом деле у курения нет. После того, как триггеры все определены, формируется план, как избегать, как противостоять этим триггерам, как противостоять симптомам отмены. Конечно, самое простое – избегать этих триггеров. Но не всегда это можно. Поэтому нужно создавать какие-то защитные механизмы вот этих триггеров. Тоже могу привести пример, хотя он не совсем связан с триггерами, но просто наглядно. К нам как-то пришла мама с мальчиком, который учился в последнем классе. Он единственный в классе не курящий. Но к нему все привыкли, все равно его все уважали, все его принимали. Он был в коллективе. К нему не относились как к белой воронину. Но он нравился, что когда он поступит в университет, там к нему отнесутся уже как к лепуноценному студенту, поскольку он не курит. И они думали, как же, собственно, защитить парня от того, чтобы он не начал курить. Мы долго думали и наконец пришли к такой идее. А ты говори, я уже бросил. И вот он сказал, отлично, все, я защищен, я закрыт. Если ему будут предлагать его сверстники закруглить, он будет отвечать, я уже бросил. И он оказывается не просто убедителем, он еще и круче их, они еще только курят, а он уже бросил. Поэтому здесь, конечно, многие вещи можно рекомендовать, но принимать решение все равно, либо сам пациент, либо вместе с ним. Какой метод лучше использовать, чтобы противостоять симптомам от вены. Ну и, соответственно, и при индивидуальном консультировании, и при групповом, вот те самые семь, четырех до семи сеансов рекомендуются в течение трех, минимум трех, вообще желательно шести месяцев. Если это сначала идет информирование, мотивация, подготовка, окрас от табака, и дальше поддержка в отказе от табака, и, соответственно, коррекция в онкологической терапии. Я здесь не рассматриваю этот вопрос, но нельзя забывать и о хроническом бронхите, который будет с первого же дня отказа от табака обостряться, или какие-то другие хронические заболевания. Это тоже нужно предусматривать. Нужно в план лечения включать терапию, направленную на профилактику обострения этих заболеваний, корректировать это лечение, смотреть за положительными изменениями, и будут проводить пациента в течение, как я уже сказала, трех или шести месяцев на отказе от табака. Дальше, к сожалению, мы его снова выпускаем в эту курячую среду, но, конечно, на курдстве должны быть очень строгим. Дальше все будет зависеть от него.